Дыма без огня Что происходит? У нас барбекю, ребята. Куда вы? Повар на дому Я Кертис Стоун. Сегодня вы увидите очень интересный сюжет. Ко мне обратился спасатель-пожарный. Его зовут Рэй Гонсалес. И, по-моему, он еще тот шутник. Кертис, меня зовут Рэй. Я работаю пожарным спасателем на пожарной станции в Санта-Фе. Мне очень хочется приготовить обед для своих коллег. Ты мне поможешь? Я решил связаться с его шефом, которого зовут Дак. Сейчас мы найдем его, а потом и Рэя. Дак, я Кертис Стоун. Привет. Кертис, как я рад видеть вас. Да, мы говорили по телефону. Где Рэй Гонсалес? На тренировочной площадке. Я вас отведу к нему. Да? С удовольствием. Отлично. Всегда рад. Очень приятно познакомиться с вами. Пойдемте. Это и есть машина? Залезайте. Запрыгивайте. Это пожарная машина города Санта-Фе. Да? Садитесь. Мы ищем Рэя. Он сейчас тренируется. Можно нам с Рэем поговорить? Пойдемте. Он тренируется? Сейчас он тренируется. Да? Вон он. Ребята, пошли. Быстрее, быстрее. Привет. Осторожней. Мы нагрянули к Рэю внезапно, но он занимается, поэтому мы подождем, когда он закончит. Смотрите. Человек упал. Молодцы, ребята. Точно. Как дела? Нормально. У тебя? Тоже. Тебе, наверное, жарко? Ты должен быть так жарко. Кертис, Рэй, привет. Привет. Рад тебя видеть. Я тоже. Так неожиданно. Я сказал капитану, он знает, что я здесь. Отлично. Он сказал, мы можем прервать твои занятия. Хорошо. Рад тебя видеть. Так все неожиданно. Спасибо, что обратился к нам. Мне очень этого хотелось. Для кого готовить будем? Не успел он ответить, как его утащил в сторону один из сослуживцев. Нам нужна его помощь. Срочно. Конечно, конечно. У вас смены не совпадают. Вообще-то она мой начальник. Начальник? Да. Мне надо вернуть ее. Вернуть? Да. Ясно. Думаю, нам надо придумать что-нибудь необычное. Что-нибудь остренькое. Мы же в Нью-Мексико, конечно. Давай сядем в машину и уедем отсюда. План придумаем на месте. Сначала надо сходить в магазин. До сих пор не верится, как они тебя туда окунули. Невероятно. Промок до нитки. И все-таки, что ты хочешь приготовить для своих ребят? Обычно мы лишены возможности спокойно есть и насладиться едой. Ведь вызовы поступают в самый неподходящий момент. Так. И приходится доедать уже два часа, как остывший обед. Тяжело. Так что они заслужили вкусный обед. И чем мы их удивим? Надеюсь, мы подстроим вызов, и они приедут. Так. Они приедут, зайдут. И увидят меня, и отличный обед. Значит, ложный вызов. Да. Таков мой план. Рэй славится своими розыгрышами, так что скучать нам не придется. Сегодня в меню острая пища. Местный мясник отложил для меня отличный кусок свинины. Но самый важный ингредиент – это перец чили. Я Кертис. Крис. Расскажите о чили. Нью-Мексико – рекордсмен США по выращиванию перцев чили. Какой у вас тут самый острый? Самый острый в Нью-Мексико – молотый перец чили. Вот он, понюхайте. Специально выведенный острый сорт. Точно. Это то, что нам нужно. Мы возьмем чуть-чуть этого, чуть-чуть этого и чуть-чуть вот этого. Экстра острый. Да, ладно. Еще мы возьмем несколько стручков. Сколько с нас? 57,39. Спасибо. Спасибо вам. До встречи. Пока. Удачи. Спасибо. Итак, чили у нас есть. Пошли, начнем готовить. Кертис, вот место, о котором я говорил. Вижу. Касса де Эстреллос. Тут хозяин мой друг. Касса де Эстреллос, ясно. Думаю, он поможет нам. Это гостиница? Да, маленькая гостиница. Красиво. Привет, Джей. Привет, Рэй. Познакомься с моим другом. Что вы оба задумали? Ерунду. Это Кертис. Привет, Кертис. Привет, Джей. Приятно познакомиться. Взаимно. У нас небольшое ТВ-шоу «Домашний повар». Ясно. Видел такое? Конечно. И вот сегодня мы задумали кое-что особенное. Рэй попросил нас приготовить обед для его коллег-пожарных. Он решил, что у тебя найдется место, где мы могли бы осуществить наш план. У меня для вас идеальное место. Правда? Конечно. Классно. Классно. Рэй, ты в городе всех знаешь. Пошли, я вам все покажу. Расскажи о гостинице. Вот тут у нас на заднем дворе. Небольшой садик. Так. В это время года тут чудесно. Погода отличная. Вы можете готовить прямо на улице. Потрясающе. Подходит? Не то слово. Ну и ладно. Итак, пошли туда. Идем. Здорово. После тебя. Хорошо. Джей, спасибо, что приютил нас. Это очень приятно. Кертис, я же видел твое шоу. Серьезно? Думаю, вам тут будет удобно. Красота. Прекрасный сад. Спасибо, Джей. Очень приятно. Я рад, что вы пришли ко мне. Отлично. Приступим? Приступим. Сегодня в меню мексиканские хрустящие тортильес с чесноком и кактусом. Затем карне адовада или свинина, замаринованная в соусе чили. А на десерт сопапильес или блинчики с начинкой из меда из цветков апельсина. Первое, что мы сделаем, и, кстати, сделаем быстро, это карне адовада. Отлично. У тебя лучше получится произнести название. Карне адовада. Еще раз. Карне адовада. Значит, язык подкручивается. Карне адовада. Молодец. Это свинина, медленно готовящаяся вместе с чили. Еще с чили и еще с чили. Устраивает? Да, идеально. Одно из супер острых блюд. Так что будем готовить свинину. Вот тут у нас уже все готово. Можно приступать. Здорово выглядит. Очень. А приправим это мы небольшим количеством перца чили. Так, вот тут приправы. У нас много разных штучек. Чуть позже мы продолжим готовить это. Так. Ты-то готов? Всегда готов. Сначала приготовим основное блюдо. Карне адовада. Мы все запечем. Вот эти, которые мы купили в магазине. Сорт не очень острые. Средне острые и экстра острые. С перчиками халапеньо. Берем свинину и кладем ее в миску. Так. Примерно половину. Начнем со смеси чили. Бери маленькую ложку. И начинай. Кидать все сюда. Да, перекладывай. Отлично. Нам нужно, чтобы специй было достаточно. Я тут принес немного тмина и немного чесночного порошка. Обычно я пользуюсь нормальным чесноком. Но сейчас нам нужно как следует приправить мясо, чтобы оно было ароматным и острым. Поэтому я взял порошок. Берем пол чайной ложки молотого чили. В зависимости от нашего вкуса. Так, так. Это приличная чайная ложка. Имей в виду, что позже мы еще добавим чили. Еще немного тмина. И это тоже? Да, чуть-чуть. Достаточно. А теперь давай-ка помешай, помассируй все это руками. Хорошо. Еду нужно чувствовать. Кожей ощущать. Класс. Вот так. Приятно? Да, теперь чуть-чуть соли. Перец не нужен. У нас и так уже очень остро. Щепотка соли. Так, мешай, мешай. Мешаю. Как следует мешай. Теперь кладем свинину в предварительно разогретую жаровню или духовку. Обожаю этот звук. Здорово, да? Теперь делаем соус чили. Так. Вот они, наши большие красавцы. Сейчас мы их поломаем. Вообще мы возьмем 6 или 7 перцев ристра. Они довольно пыльные, поэтому мы и кладем их в воду. Берем горячую воду и заливаем ею чили. Пусть они полежат в воде минут 20. Они набухнут и станут мягкими. Посмотрим на свинину. Так, надо помешать. Смотри, какой цвет. Вон, на дне сковородки, там, где специи. Масла надо совсем немного. Главное, сохранить божественный аромат и вкус. Ясно? Поэтому я всегда вынимаю, чтобы лишнее стекло, а потом снова кладу в блюдо. Сколько народу будет? Обычно в смене человек 5 или 6, да? Скорее всего, 6. Тут для шестерых хватит, конечно. Теперь надо вынуть семена. Чудесно. Теперь берем перцы чили, наливаем воду. Так, достаточное количество. А потом берем блендер. Красота. И взбиваем. Вначале немного медленно. Нам же взлетать не надо. Твой отец тоже пожарным был? Да, ушел на пенсию с должности начальника. Ух ты. То есть это династия? Пожарный у тебя в крови? Да. Обычно все пожарные большие шутники. Вечно разыгрывают друг друга, точно. По-моему, это способ расслабиться. Конечно, потому что, когда надо быть серьезным, ты всегда серьезный. Конечно. Это отлично, что вы шутите. По-другому невозможно. Да, это хорошо. Это помогает от усталости, особенно когда ты работаешь по 48 часов без перерыва. Видишь на дне густую штуку? Какой аромат. То, что надо. Прежде чем вылить соус, надо положить свинину без сока. Красота. Попробуй. Выливай все. Ух ты. Остро как. Воды у нас для них хватит? Хватит. То, что нам надо. Теперь в духовку. На час, на полтора. Отлично. А как они сюда приедут? Позвони 911. И жди бригаду. Так просто? Повар на дому. Мы в саду небольшой гостиницы в городе Санта-Фе, Нью-Мексико. Карны Адувада в духовке. Пора готовить суп из поджаренного чеснока. Рэй, суп, от которого все языки проглотят, это чесночный суп. Ясно. Ел такой? Никогда. Сначала берем чеснок. Режем его. Не очень мелко. Подойди сюда. Вот, почувствуй. Видишь? Становится тепло. Теперь наливай немного масла и клади чеснок. Красота. Помешай. В общем, чеснок надо класть на теплую, а не раскаленную сковородку. Понял. Видишь? Начинает шипеть. Теперь слегка прибавим жару. Чеснок жарим, пока он не станет мягким и сладким. Главное, не пережарить. И чтобы он не подгорел. Ясно. Другие ингредиенты супа. Хлеб, куриный бульон, яйцо и кактус. Обычно в чесночном супе всего этого нет. Но я решил положить кактус, поскольку раньше ничего такого не делал. Но уверен, что будет очень вкусно. Выглядит потрясающе. Еще недавно ни за что не сказал бы, что это съедобно, но оказавшись здесь, я решил попробовать. Ясно. Берем зубчатый нож и срезаем шипы. Вот так. Это очень важно. Мы же не хотим, чтобы гости поранились. Попробуй ты. Давай. Режешь на кусочки. Режь весь кактус. Давай, вот так. Это займет у нас минут семь или восемь. Так. После этого кладем яйцо. И можно подавать. Скоро у нас все будет готово. Хорошо. Как с ребятами поступим? Позвоню начальнику, да? Скажу, что у нас все готово. Давай. Звоню. Алло, Трухилио? Это Рэй. Звоню, чтобы сказать, что у нас все готово. Как ситуация в городе? Все спокойно? Кертис, у тебя две минуты. Давай, быстро. Быстренько попробуй. Нельзя же подавать на стол, не сняв пробу. Теперь вливай яйцо. Медленно, аккуратно, тонкой струйкой. Яйцо добавит густоты. Мы быстро приезжаем по вызову. Давай, пробуй. Вкусно. Вкусно? Да, отлично. Сейчас приду. Я прослежу за всем. Хорошо. Какие они быстрые. Теперь десерт. Сейчас вытру тут и займусь десертом. Быстрый сопопильес. Если вы не в курсе, что это такое, имейте в виду, что это такие вкусные штучки, которые мы скручиваем и обжариваем в небольшом количестве масла. Они красивые и нежирные. Их можно делать с медом, с корицей и тому подобное. Итак, у меня есть мука, два стакана, разрыхлитель, полторы чайной ложки, столовая ложка сахара, щепотка соли. Все сухие ингредиенты на месте. Их надо хорошенько просеять и как следует быстренько перемешать венчиком. Тут у меня пахта, сливки, молоко. Это три жидких ингредиента. Берем одну треть или половину стакана пахты. Одну треть стакана молока. Одну треть стакана сливок. Теперь для аромата добавляем экстракт ванили. Теперь кладем немного корицы. Работаем руками. Мешаем. В итоге должно получиться тягучее тесто. Густое такое. Слегка присыпаем мукой рабочую поверхность. Выкладываем тесто. И вымешиваем его. Вымешивать, разминать надо минут пять. Скатываем из теста шарик. Кертис, Кертис, быстрее, они здесь. У меня все готово. Пошли. Быстрее. Вот они. Хочешь прямо к ним выйти? Ага, там поставили дымовую машину. Чтобы они увидели дым и подумали о пожаре. Ребята, привет. У нас тут обычное барбекю. Направь на него шланг. Привет, Рэй. Не надо. Ребята, вы попали в ТВ-шоу. Значит, маску можно снять. Это шоу «Домашний повар». Мы устроили вам розыгрыш с хорошим концом. Хотели поблагодарить вас, ребята, за вашу трудную и опасную работу. Скажи, почему они заслужили вкусный обед? Потому что они рискуют жизнью, потому что эта работа тяжелая. Мне часто им удается сесть и поесть. Есть хотите? Все вкусно. Пока пожарные рассаживаются за столом, я приготовлю к подаче на стол чесночный суп. За столом шесть голодных пожарных. Суп уже горячий. Сейчас я только приправлю его лаймом. И еще подам хрустящий тортилья. Вот так. Этот суп нужно подавать очень горячим. Успеть бы накормить пожарных, пока не поступил следующий вызов. Несколько хрустящих тортильяс в центр блюда. Ребята, на первое у нас суп. Это чесночный суп. С одной стороны он испанский, с другой – мексиканский. Мы сделали смесь из двух национальных блюд. Добавили в чесночный суп кактус, подали хрустящий тортильяс и посыпали кинзой. Наслаждайтесь. Приятного аппетита. Сегодняшнее меню началось с мексиканского чесночного супа с кактусом и хрустящими тортильяс. Вы ни о чем не догадывались? Абсолютно. Они ничего не знали. Обычно у нас трудно сохранить секрет. Я в шоке. Вкусно? Отлично. Очень вкусно. Вкусно? Это хорошее начало. Приятного аппетита. Теперь карне адувада. Я уже хорошо произношу эти испанские слова. Карне адувада. Вкуснейшее блюдо из свинины, которое мы приготовили в большой кастрюле. Тут немного мексиканских сливок, острый соус сальса, а вот тут тортильяс из васильков. Чудесно. Слышите, как ребята веселятся? Чесночный суп хорошо пошел. Посмотрим, что тут у нас. Смотрите. Сейчас попробую. Вкусно, потрясающе. Чили божественные. Интересно, понравится ли это пожарным. Итак, главное блюдо – карне адувада. Надеюсь, достаточно острое. Спасибо. Если не острое, я принесу еще чили. Только скажите. Приятного аппетита. Не слишком острое. В качестве основного блюда мы сделали свинину, замаринованную в остром соусе из перцев чили. Жду похвалы, как помощник шеф-повара. Все очень вкусно. Очень вкусно. Пока пожарные наслаждаются карне адувада, я закончу десерт. Итак, сопапильяс. Тесто полежало некоторое время. Сейчас я достану его. Немного муки. При приготовлении сопапильяс тесто надо обязательно помять. Теперь берем скалку и раскатываем тесто. Толщина должна быть примерно сантиметр. Чуть меньше или чуть больше. Не забывайте присыпать мукой, чтобы тесто не прилипало. Раскатанное тесто нарезаем на куски произвольной формы. Большие, маленькие, как вам нравится. Я обычно делаю куски вот такого размера. Можно придать им даже ромбовидную форму. Вырезаем куски вот так. Теперь на огонь. У меня есть электрический вок, то есть котелок с выпуклым днищем. Сейчас сниму крышку. Чтобы узнать, достаточно ли раскалилось масло, надо бросить в него щепотку муки. Она должна зашипеть. Смотрите. Отлично. Берем кусочки и бросаем в масло. Как только они подрумянятся и станут хрустящими, их надо вынуть. Сейчас положу немного сахара. Немного корицы. Теперь берем супа пильес и обваливаем их. Смотрите. Смотрите, какие они красивые и воздушные. С медом. Ничего себе. Даже лучше, чем думал. Пожалуй, пожарным тоже надо оставить. А теперь пора подавать их на стол. Сервис. Поехали. Поехали. Как же так? Они же тут? Пока да. Точно? Вроде бы. Ребята, стойте. Подождите. Возьмите с собой. Спасибо. Берите десерт. Спасибо за обед. На здоровье. Все, поехали. Осторожнее, ребята. Удачи вам. Я еще не старый. Я счастлив, что устроил ребятам такой сюрприз. Я видел по их лицам, что они оценили это. В конце они очень серьезно сказали мне спасибо, Рэй, за то, что позаботился о нас. Только посмотрите, нет большего комплимента для повара, если люди оставили после себя такой стол. Пойду помою посуду. Субтитры создавал DimaTorzok